у каждого из нас как у потребителя всегда вызывает настороженность наличие пищевых добавок и их маркировка так называемый индексами е ну ешками как народе говорят который воспринимается как опасные вещества поэтому по сути дела вот вступившие в силу с 27 февраля текущего года изменения обновляют около 70 процентов текста технического регламента включая 5 его основных разделов 29 приложений введены пять новых понятий актуализировано ряд определений перечень разрешенных пищевых добавок сокращен с трехсот шестидесяти двух до трехсот сорока девяти при этом можно говорить о том что исключили 19 опасных таких добавок но признанных а при этом мы ввели в оборот 6 новых разрешенных так среди прочих в странах яс будут запрещены подсластитель стевия его порошок сироп также экстракты среди других запрещенных будет сорбат натрия сорбат кальция танины пищевые консерванты дефинил и муравьиновая кислота регулятор кислотности лактат аммония ацетат аммония антислеживающие агенты содержащие алюминий это связано с тем что некоторые добавки просто становится ненужными в технологическом плане и они исключаются в отношении других появляются новые научные данные по их влиянию на организм человека так подсластитель стевия часто ассоциировался с тем что это сахарозаменитель отличается от остальных сильной сладостью даже в малых количествах при нулевой калорийности поэтому его часто использовали те кто соблюдает диету и больные диабетом сразу обращу внимание в список запрещенных попала лишь одна из равновидностей этой пищевой добавки стевии посластитель который без индекса посластитель с номером е 960 стевиал гликозид не оказался в этом перечне и эта пищевая добавка с абсолютно ясными понятными и очень четко определенными характеристиками качества поэтому она осталась производители могут ее использовать своих продуктах но запустимые концентрации в рамках обновленного документа значительно расширена перечень вкус ароматических веществ для производства пищевых ароматизаторов для каждого из которых установлено содержание основного вещества область применения максимально допустимой уровень содержания в пищевой продукции обращаю внимание что решением коллегии евразийской экономической комиссии от 23 января нынешнего года номер 8 предусмотрен переходный период 36 месяцев в течение которого будут действовать документы об оценке соответствия на выпущенную продукцию продукция может свободно обращаться на рынке евразийской экономической союзы таким образом мы вот этот момент учли и путем принятия такого решения о переходном периоде видео